Патриотизм Я об этом уже говорил и не люблю особо жевать одно и то же, но пришла у меня мысль записать такую маленькую серию, причем даже видео не в одно, чтобы вместить, а то я и так обычно большие видео записываю. Еще я вот такие два ролика подготовил, о них скажу тоже в конце. А начнем сегодня с того видео, которое вы и смотрите. Назвал я его демилитаризация Авеля, да, ну или в названии ролика я писал, предупреждающий отпор кай на агрессии Авеля или демилитаризация брата. Естественно, говорить я буду в контексте нынешних событий, агрессии рашистов, войны рашистов против украинского народа. Я в принципе об этом говорил при всех тех роликах, кто уже видел с 24 февраля, который я записывал, пытаясь как-то что-то... Конечно, я все шесть лет, что и на ютубе много говорил об этом тоже, патриотизме, обо всем этом дерьме, которое в головах человеческих находилось, находится и будет находиться до последних времен, и которое из мысли проявляется в делам. Мы сейчас в современном мире это четко видим, особенно со стороны не где-то там далеко, а какие-то там, да, кто-то с кем-то там неизвестные нам арабские или южноамериканские племена или народности друг с другом воюют. Нет, прям я как русскоязычный, русскоговорящий человек происходит сейчас именно со всеми нами, это все в реальных событиях, в реальном режиме времени. И вот по поводу этой демилитаризации Авеля, то есть разоружения Авеля, я об этом, в принципе, говорил, но то в разных контекстах мне что-то захотелось прямо вот так написать. И я, кстати, сегодня просто такая совокупность получится, мысли, я как-то и при, конечно же, ну, комментарии вообще убийством Каина Авеля, при чтении там Библии, 4 главы Бытия, в частности, при веганстве, я все это говорил тоже в разных. И вот сегодня как бы хотелось так немножко собрать, хотя я буду в свободе слово говорить, не особо там вспоминаю, может, я какие-то пункты и подзабуду. Говорю, все это, знаете, такое себе. Ну, так вот, само событие, я тогда как-то говорил об этом, что, в принципе, знаете, помните, как в фильме, кто смотрел остров с Мамонтовым, где он там, за что Авель, знаешь, за что Каин Авеля-то убил, и этот-то Сухоруков, которого играет этого настоятеля монастыря, и как это ты из бригады-то забыл, он там этого, его эконом-келейник, или как он там играл-то, а он ему, ты знаешь, он мне что спросил, за что Каин Авеля убил, а тот говорит, а ты-то знаешь, что ты обижаете, да, там, наместник, ну, кто фильм смотрел, тот меня поймет, я сюжет пересказал, вот, и вы знаете, конечно же, ну, как бы основное мнение бытует, что якобы Каин там убил Авеля из зависти, да, что Бог принял его жертву, Авеля жертву принял младшего брата, барашка убитого и сожженного, а жертву к Авеля плоды земли не принял. Ну, конечно же, дело не в приятии, не в приятии, да, там мог вообще ветерок подуть на жертвенник Каина, и все, ему показалось, что его жертва не принимается. Естественно, Богу не нужны никакие жертвы животных, об этом у меня тоже уже сто пятьсот тысяч роликов записано, обо всем этом говорил, да, суть не в этом. Это событие лишь проявило сущность, ну, в частности, Каина, о самом, те же самые жертвоприношениях, у меня все ролики есть на канале, найдите все соответствующие. Ну, я могу дать прямые ссылки на плейлисты, где про веганство я говорю, все эти моменты объясняю. Это, естественно, научил ему, сынков своих детей своему этому научили, Адам с Евой, которые сами этот первый грех совершили, убийство животного и поедание его трупа, за что и вкусили смерть, сами стали смертны, сами стали в животных, в шкуре этого убитого животного, да, облеклись, вот, все было достойное по делам. Вот, я обо всем этом говорю, об этом не сегодня, вот. Ну, а факт, я говорил о том, и, вы знаете, какая бы причина ни была, ведь суть-то не в причине убийства, а в самом факте убийства. Сейчас я, позже мы, конечно, будем говорить, что даже, ну, сейчас кратко тезисом, да, что даже, если тебя убивают неправедно, ты не противишься этому. Мы это узнали откуда, когда Бог не только словесами с небесным об этом говорит и говорил в сердцах всю историю человечества от первых песен Адамы и Евы, но и когда Бог явился в уплоти, мы с вами об этом узнали, что даже когда тебя неправедно убивают, да, ты не противишься и являешь свою любовь. Ты, конечно, обречаешь зло и злодеев, но ты не противишься этому, да, и ты уж тем более не отвечаешь злом на зло, вот, а ты отвечаешь добром на зло, да, Иисус Христа, ну, так скажем, у Отца просил за них, да, чтобы не вменял им этого греха. Это было показано, конечно же, сущность. То есть этими словами этой молитвы Бог показал, какой в его настрой, какая в его сущности, и она есть абсолютная любовь. Вот, конечно же, в Царстве Небесном они не будут, эти убийцы, ну, до покаяния своего, то есть когда покаяться. Иисус показал, что внутри человека, которого убивают, против которого согрешают, творят зло, вплоть до убийства, да, вот. Вот, ну, еще раз мы с вами возвращаемся к истокам, да, поэтому неважно, за что он там убил. Абсолютно неважно. Вот, но я тогда как-то говорил, я при веганстве, при, вот, как раз когда я ролики-то о веганстве записывал, и на все эти события давал свои комментарии, я тогда говорил, слушайте, вот, я тогда привел пример такой, еще это были довоенные события расистов против Украины, и я тогда привел, такой пример и образ, я говорю, слушайте, вот Каин, приносит там свою жертву, Авель приносит свою. Каин видит, у чувака, у его младшего брата ножичек, этим ножичком он убивает беззащитное животное, безжалостно, бессердечно, вот, режет его и убивает, и сжигает, да. Какая мысль у Каина, по идее? Я привел только пример, как бы попытавшись оправдать Каина, да, чтобы у нас в голове немножко что-нибудь зашевелилось, и мы такими вещами поразмышляли. И Каин думает, слушай, у него ножичек, я видел, как он, как говорят, как свинью зарезал, да, вот именно, что он зарезал свинью, это животное, это барашка, неважно, кто там был, да, вот. Любой человек видит, что от животного он ничем не отличается по плоти и по душе, потому что животные с душами живыми, у них разве что нет духа, да, вот, и то у них есть дыхание жизни, дыхание Бога, дыхание жизни, да, и душа, то есть чувствующее живое существо, анализирующее, у них нет высочайшего осознания я, вот этого, вот и все, все остальное мы точно такие же. И он подумал, слушай, если Авель так спокойненько, да, лишает жизни это животное, которое все брыкается и не хочет быть убитым, завтра он возьмется за меня, что я сделаю, нанесу ему предупреждающий отпор и убью его, тем самым демилитизирую. Ножичек, это же орудие убийства, это же военное оружие, ничего вам не напоминает путинизм. Да, расизм, да, они сейчас именно этим занимаются. Варламов, такой блогер русскоговорящий, очень хорошо говорит, очень хорошо возмущается сейчас этими современными российскими новоязвами, да, лодка там, корабль этот Москва не пошел, не утонул, а там как-то погрузился под воду, или, короче, там журналистика извращается пропагандистская, как только может, да, у нас, у Центробанка, у экономики России, еще это довоенное событие, когда у нас курс не падает, а имеет отрицательный рост, да, и такого говна человеческого, словесного, сколько только не изливается, извращают как только могут, да, у нас не взрывы там, уже вплоть в моей Воронежской области, да, а у нас хлопки, да, какие-то. В общем, дури человеческой, ее, знаете, есть такая фраза, дураков в России лет на сто припасено, вот это правда, да. Чем во мне описание картинки современной, да, расшистов против Украины, у них есть ножичек, они могут меня почекать, так я возьму дубинку и забью его до смерти, демилитаризирую, как вам такой переоход? Ну, Каин хороший, что ж тогда Каина-то, говорят, что он плохой, убил брата своего. Иоанн Богослов в своем первом послании, послании любви, как его называют, ибо он сам как его именует апостол любви, Иоанн Богослов, что ж он говорит, что Бог нас заповедовал любить друг друга не так, как Каин, который убил брата своего. Где ж эта любовь-то, расистов к украинцам? Это самые настоящие расисты, нацисты, как угодно. Мы об этом в следующем ролике поговорим. Да, вот так вот взял просто и демилитаризировал, да, забив до смерти собственного брата. Какая разница? Причина, ну, хорошо, кто-то там зависть, что там жертву не приняли. Ну, пожалуйста, и такая может быть причина. Разве она оправдывает это? Да хоть там тысячи причин. Мы, узнав с вами, особенно в современном мире живем, мы же с вами не дети, прямые дети Каина, там, да, и сидим, и рассуждаем, или внуки, да, и делаем выводы из истории недалеких своих предков, может быть, родителей, дедушек, как вот он поступил, как нам с вами поступать. Нет, мы живем с вами в 2000 лет после евангельских событий и знаем, как Бог явился, Бог любовь явился в уплоти, какую жизнь нам показал. И ведь то, что происходит сейчас на Украине, или в Украине, неважно, как там говорят, вот, это все вот то же самое, все то же самое. Причем это делают все христиане. Об этом я, конечно, всегда говорил. Все эти бредни по поводу наших предков, наших святых предков. Все такая дурь, да. Все говно хотят, знаете, куда-то в угол убрать, в сторонку. Нет, даже частичку этого говна убрать, половинку, а остальную планку говна завернуть в красивую обертку, что якобы все было хорошо. Да всю историю человечества на Руси, так называемые славяне, резали друг друга. Всю историю. Причем одно село другое, один город другой. Москва, Ростов, Ростов, Псков, Псков с Киевом, да, Рязанью, с Казанью, с Волгоградом, с Владимиром, с Уздалью. И бьются, и режут друг друга, и топорами бошки проламливают. Целыми всю историю человечества. Славянская земля пропитана кровью Авеля. Образно, если сказать. Да, всю историю. И насуется с этим славянями, с родами, с этими. Господи. А насуется с чем? С расизмом. Сам настоящим. Об этом я говорю еще по поводу расизма. Буду в следующих роликах более подробно говорить. Вот вам, пожалуйста. Ну, в истории оставлено, что Кайн, он же не может по 100 причинам. И нас в истории не оставлено 100 случаев. Знаете, как в проекции, каков мог пойти у Каина. Ну, его могло клинануть на разные вещи. Да, ему могло разное в брате не понравиться. Ну, какая разница, что ему не понравилось. Да. Богоизбранности его брата, да, якобы в принятии жертвы. Ножичек, что у него есть. Это еще более, я говорю, смотрите, как, да. Какое было бы у него оправдание. У него ножичек. Он может меня убить. Я нанесу ему упреждающий отпор, убив его. И демилитаризировав. Да. Путлер там же предупреждающий отпор наносит сейчас. Кому он там наносит отпор? Вот. У самого атомная бомба. Да. А там, знаете, это действительно. Вот тут жалко. Тут бы хорошо бы, если бы я вот сам рисовал, я бы хорошие картинки рисовал. Знаете, к своим видео какие-нибудь говорящие. Жалко, тут у нее вместо дубинки, вот на этой картинке, не автомат Калашникова, да. А вот тут где-нибудь в травке бы ножичек Авеля такой перочинный, знаете, лежал. Ну, правда, там животных, конечно, не перочинным режут, тоже тесаком приличным. Но вот ему бы не хватало какой-нибудь базуки в руках у Каина, да. Как бы он демилитаризировал, да, такую шпану Авеля, знаете, с ножичком. Да. Вот демилитаризация Путлера, Рашиста во главе с Путлером, да, сейчас Украины, украинского народа, всего этого, это вот именно вот прям карикатуя, если бы я умел рисовать, я бы рисовал, прям вот один в один, да. Они с автоматами демилитаризируют людей с ножичками. Вот это то же самое. Я уж сегодня не буду разбирать весь там ход войны, что там этот ножичек уже у украинцев превратился в тесачок, да, может скоро и в такую же ядерную бомбу, эту, биту превратится, время покажет. Ничем хорошим это, конечно, не закончится. Ничего хорошего в этом нет, и ничем хорошим это не закончится. Вот так вот, вот по поводу демилитаризации. Вы знаете, я не умею короткие ролики писать, но на удивление он такой и получается. Это, конечно, особенно, особенно удивительно, кажется удивительно, ничего. Кто знает историю двухтысячелетнюю, всего христианства, еще того, со времен Земли обетованной, когда все это христианство от Израиля распространялось по всей Земле, всю эту историю двухтысячелетнюю, да, все эти христиане, в кавычках, европейские, резали друг друга. Я про русских вспоминаю всегда, потому что сам русскоговорящий, поэтому просто и аудитория, которая меня слушает, естественно, русскоговорящая, и есть хоть какая-то надежда, что она как-то хоть с какой-то историей своего, своих, как говорят, предков знакома, своей земли, да. А так, пожалуйста, посмотрите, чем занималась Европа, христианская, посмотрите, чем занималась до этого христианская Африка, так называемая, восток христианских, да. Ведь из Израиля, с земли обетованной, все это христианство стало распространяться по кругу, по Африке, по Востоку, по Сирии, Палестина, Иран, Ирак, я современные названия называю, раньше все было немножко по-другому, вот, Турция, так называемая, да, вот, Греция, посмотрите, что там вытворялось, да. Самому этому Константину, так называемому, приписали эту историю, что ему крест явился, семь победивших, и он, чтобы, и он, идя убивая, идя убивать своего брата, который в Риме заседает, и у них опять конфликт, да, двух братьев они уже замочили, их четверо было, вот, остались два, один в Риме, другой в Византии, ну, в современной Турции, и идут резать друг друга, окончательная бойня была, да, да, бойня жуткая была, ну, и Константин побеждает, ну, естественно, с крестом на всех щитах, как там история рассказывает, все говно готовое, лишь бы обосрать истину, вот, кому-то не нравятся эти слова, вот, именно так, вот, извратить все, все самое светлое, самое чистое. Иисус, Бог, любовь, пришел на землю, вся его жизнь была абсолютной любовью, никого он пальцем не обидел, да, словами обличал зло. Делами никогда никому не причинил никакого зла. Имея абсолютную власть, скрутить в бараний рог всех и каждого, вместо того, чтобы насылать болячки проказа, он исцелял, да, даже достойных этого, да, мертвых воскрешал, бесноватых освобождал от бесов. Нет, все, все готово извратить. У меня других слов просто не находится. Все готово изгадить. Все абсолютно измазать этой тьмой. Вся история так называемого христианства, не того, которое должно было идти от Христа, да, а все, что потом люди извратили. С третьего века уже окончательно, и по сей день, это просто караул. Что под именем Христа творилось, под лозунгом, членами его так называемой церкви, это на самом деле псевдо-христианские организации. Тогда ортодоксия, потом католицизм, православие, потом еще протестантизм, и же с ним, и все пошло-поехало. Ничего доброго, конечно, к этому не приводит. А он-то нам какой пример дал? Любви жертвенной, даже если тебе неправедно убивают. А уж чего говорить-то о каком-то убийстве, да, самому. Да, тебя, даже если неправедно убивают, ты не противишься, а как овца ведешься на заклане. А уж чего говорить об этих всех предупреждающих ударах. Да, это вообще, да, еще христианством прикрывается. Еще эти люди себя христианами называют. Удивительно. Удивительно просто. Вот такое вот, такое вот видео по демилитаризации Авеля предупреждающего отпора и его агрессии. Я надеюсь, вы все это понимаете, все это видите, все это осознаете. И находитесь на стороне света. Все ролики из подобного, подобного мыслях, подобного контекста, вы знаете, у меня собраны, кто не знает, я об этом сейчас говорю. У меня есть два плейлиста. Любовь к врагам, церкви, народа, отечества, государства, вот это все прочее, да, все вот это дерьмо, я по-другому выразить, не могу. Все, что вы там найдете, это патриотизм, нацизм, национализм, фашизм, расизм, все там ролики, вот все, что с этим связано, якобы с любовью. Якобы с любовью. Ведь все они прикрываются любовью. То к кому? Все по той фразе, по тому пророчеству, Иисус просто подытожил и дал определение. Люби ближнего, и ненавидь врага своего. Все. Все живут по этому принципу. У христианства там никакого нет о любви к врагам. А я говорю вам, любите врагов наших. Нет. Все, предел, вот это, это люби ближнего, ненавидь врага своего. У всего человечества, даже у тех, кто называет себя христианами, они так и не приняли Христа, они так и не приняли Евангелие, они так и не приняли истину, потому что Бог есть любовь. Значит, ты должен любить всех. тем самым добиваясь его покаяния, примером собственной жизни, не отвечая ему даже злом на зло. Только так можно заквасить весь мир и переквасть его. По-другому никак. Ну и один и другой плейлист, они, в принципе, отчасти близкие, ну и там немножко разнопланово. Любовь к врагам своим личным, потому что очень часто тоже это делят. Нет, нет, да, Иисус учил любить врагов личных, но ты что там? Если убивают там ближнего, то, что ненавидь врага своего. Я перефразирую, они там прикрывают разными красивыми словесами, но именно об этом суть. Кто знает, Иисус, говоря эти речи, в законе Ветхом Завете тоже нет такой прямой заповеди или слов даже Моисея. Нет, Иисус дал общую камву этого учения, мировоззрения Моисея, того же самого, и всего этого Ветхого Завета, так называемого, и всего человечества. Люби ближнего и ненавидь врага своего. Врагов своих и так далее. Врагов отечества. Все это очень важно. Там все эти видео найдете. Ну, а кто смотрит меня последовательно, просто планы свои рассказываю. Следующий ролик будет нацизм, фашизм, национализм, патриотизм. Имен много, суть одна. Поговорим об этом. Хоть я в разных роликах во всем говорим. Более точное определение узнаем, чем отличается. И узнаем, и забудем об этом. Всех их скомкав и собрах в одно. Потому что все это одно. И можно в этом говне ковыряться. Кроме вони, ничем оттуда приятного не получим. И отвращения, и блеводского ощущения. Потому что все это об одного. Суть у всех у них. Расизм, ненависть. Суть их всех одна. Опять я скажу. Любовь к ближнему и ненависть к остальному миру. Это очень важно. Ну, и просто там комментарий был конкретный. Я решил, я стараюсь отвечать людям. По поводу расизма тоже. Откуда он, почему он возник, причины, история. Ну, я как короткое взял. На самом деле это всегда. Из националиста он превращается, превращается любого человека в нациста. Из патриота он превращается в фашиста. Это очень важно. Я вот еще такой начинок сделал. Может я немножко поменяю. Потому что суть у них всех одна. Это расизм. Или другими словами Христа. Это люби ближнему и ненавидь врага своего. Ну, расизм очень под это тоже подходит. Он корень всего. Мы увидим, что во всех определениях расизм там всегда употребляется как сущность. Как такое мирозрение. А оно уже ко всем. Ну, мы с вами когда разберемся, видите, есть последовательность, кто будет смотреть их именно в такой, то увидит достаточно такую, что я какую-то мысль определенную на протяжении всех видео поддерживаю, просматриваю. Вот так вот на этом у меня все. Надеюсь, вам это видео было интересно, полезно, назидательно. В соответствии что? Лепите лайки и тем самым поддерживайте канал, видео, чтобы алгоритмы Ютуба их воспринимали лучше и продвигали в своей системе. Кто не подписан на канал, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите ваши комментарии, выражайте мысли, эмоции свои какие-то. Ну, задавайте вопросы. Я на какие могу, имея желание и возможность, я отвечаю. Читаю я все, но могу ответить не на каждый. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!